Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, приближается 15 августа, это по старому стилю, а по-новому 28 августа, то есть завтрашний день, который с древних времен особо отмечается в Православной Церкви. На него приходится один из самых удивительных и красивых праздников – Успение Божией Матери. Это день ее разрешения от земной жизни и перехода в Царство Невечернего Света. Кончину Пресвятой Богородицы Девы Марии называют Успением, потому что она как будто на малое время уснула и как бы эта сна воспрянула к вечной жизни. Вся ее жизнь на земле была необычной. В младенческом возрасте она была избрана Богом для рождения грядущего в мир Спасителя. По откровению Божию первосвященник Древней Церкви ввел ее крошечной девочкой в особую часть Иерусалимского храма – Святая Святых, где хранились величайшие реликвии древнееврейского народа, каменные скрижали с высеченным на них законом, данным Богом через порока Моисея, сосуды с манной, которой питался народ, выведенный Богом из египетского плена, и жезл патриарха Аарона. Туда, в Святая Святых, мог входить лишь сам первосвященник после особого обряда очищения, входить с чувством глубокого смирения перед Господом для принесения молитв за народ. Эта же девочка не нуждалась в очищении. Господь провидел, что никакая скверна не коснется ее души, и предузнал в ней достойную своего избрания. С детства, обученная молитве, труду и рукоделию, она хотела посвятить свою жизнь служению Богу. Чуждое тщеславие, неизбалованное, она вникала в смысл данного Богом закона и училась бескорыстной любви и милости к людям. Обрученный с ней человек, старец Иосиф, имевший от первого брака несколько детей, зная о ее желании жить в безбрачии, получивший об этом свидетельство ангел, стал хранителем ее чистоты. Происходившая из древнего священнического рода, Мария вступила под кровь бедного дома-плотника. Чудо рождения Иисуса Христа – величайшее из чудес Господних. Дева стала матерью воплотившегося Бога. Господь, можно сказать, занял, отдал жил у нее плоть, породнившись человечеством через это рождение в мир. Творец с сотворенными. Она стала и хранительницей Христа в годы его отрочества. По человеческому естеству он нуждался и в пище, и в тепле. Дева Мария стала первой свидетельницей дел Христов, спутницей и помощницей в годы его проповеди. Вот давайте вспомним известный евангельский эпизод «Первое чудо», сотворенное Господом в Кане Галилейской, «Когда, по слову матери, на перу бедняков Христос притворил воду в вино, она знала о том, что сын может совершить чудо, и не случайно настойчиво просила его об этом, повелев и служащим принести каменные водоносы и сделать все по его слову. «Сила Божия была явлена ей прежде других, однако до поры она хранила молчание, и только сострадание вызвало первую ее мольбу о бедных, но не ради тщеславия просит она». И, уступая матери, Христос являет людям свое милосердие. Дева Мария разделила и с сыном, и его страдания. В юности священник Симеон предсказал ей не только будущее, рожденное от нее младенца, но и то, что ей предстоит пройти путь отнюдь небескорбный, «И тебе самой оружие пройдет душу». Слышим мы эти строки в Священном Писании. Чего бы только не было на этом пути. Опасности, преследования от земных владык, опасавшихся за свою власть, тревоги за сына, бегство в Египет, скитание в бедности, поношение от людей и даже от родственников, осмелившихся лишить ее и Иисуса, надлежащие им части наследства после кончины Иосифа Обручника. «Но все эти беды не стоили той боли, которую пережила она, стоя у креста, стоя у креста распятого Бога, среди криков и гвалтотолпы, глумлений и надругательств, когда отовсюду неслось спасавших других, спаси себя самого, сойди с креста, что отличало ее и что по сей день поражает каждого, кто впервые открывает для себя ее жизнь, земную жизнь. Это удивительное терпение и кротость. Под сводами у Бога и хижины раздается архангельское благовествование о рождении от нее долгожданного Мессии. По вдохновению Духа его повторяет и первосвященник Симеон, а она хранит слово пророческое в тайне и только слагает глаголы в сердце своем». Их жизни ищет Ирод, затем, годы спустя, фарисеи грозят убийством ее сыну. Она переносит все в молчании, веруя в непреложность обетования Господнего. Безгласно стоит она и при кресте, как будто нет вокруг кипящего моря человеческой злобы, ни сетований, ни упреков. По воскресению Христовым она также безропотно отправляется вместе с апостолами на проповедь Евангелия, разделяя с ними тяготы, длительных путешествий, опасности и скудную трапезу. И среди посланных им испытаний становится для всех учеников Христовых матерью. И вся церковь, утвержденная от Иерусалима до границ освоенного мира того времени, знала о ней и восхищалась ее смирением и подвигом. Всего две одежды, скромность и простота во всем, но сама Дева Мария излучала любовь и красоту. Сокровенный сердце человек, как говорит апостол, угадывался в ее неторопливой походке, спокойных жестах и голосе, Пораженный ее красотой даже в преклонные годы, ученик апостола Павла, грек Дионисий, ариапагит, свидетельствовал, что если бы он не исповедовал единого Бога, он решил бы, что перед ним прекрасная богиня. Воспоминания о ней оставил и другой ученик, Никифор Калист, я цитирую, в беседе она сохраняла скромное достоинство, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась, совершенно безыскусственная простота. Она немало о себе не думала и далекая от изнеженности отличалась полным смирением. Последние годы земной жизни Дева Мария по преданию провела в доме Иоанна Богослова на Сионской горе и часто посещала памятные для нее места, освященные присутствием Иисуса Христа. приходила молиться и на Голгофу, и на Иллионскую гору, служа апостолам, служа Богу вместе с ними. Частью души она была уже не на земле, стремясь к небу, к соединению с Сыном. И вот в один из дней архангел Гавриил известил ее о приближающемся часе ее ухода из мира, что должно было совершиться через три дня. Для удостоверения в истине этого извещения он подал ей райскую ветвь, оставшуюся у нее в руках, когда явление закончилось. Для Девы Марии это была весть радостная, долгожданная. Она видела, что основание устроения Церкви на земле совершилось и готова была к переходу в Царство Небесное с чувством спокойствия за учеников Христа. Перед кончиной она обещала собравшимся в доме Иоанна Богослова апостолам не оставить мир в сиротстве и подавать помощь всем, прибегающим к ней в молитве и завещала перенести ее тело в Гефсиманию, туда, где провел последнюю свою ночь перед крестными страданиями ее сын. безболезненными. Мирным было ее разрешение от земных уз. Глаза ее уже видели Бога. И последними словами ее было радостное приветствие, как в юности, когда она получила благую весть о предстоящем рождении от нее Спасителя. Величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. В те дни в Иерусалиме к церкви присоединились сотни людей, даже из числа бывших гонителей христиан. При перенесении ее тела в Гефсиманию совершались исцеления и чудеса. Так на глазах у всех был наказан хуливший ее иудейский священник Афоний, получивший тут же и исцеление после искреннего раскаяния и присоединившийся к числу учеников. Милостивая при жизни она и успением своим никого не хотела опечалить, прощая по заповедям даже врагов. А всего через несколько дней апостоли стали свидетелями нового чуда. Тело ее исчезло из гроба, остались лишь благоуханные пелены. А во время общей вечерней трапезы они вдруг увидели Деву Марию в воздухе в окружении ангелов, как будто сотканной из света, сияющей и прекрасной. Она приветствовала их словами «Радуйтесь, я с вами во все дни». С тех пор церковь празднует это событие. В нем все воспоминания о земной жизни Божией Матери, грусть радость и радость, ведь это и день ее рождения для жизни вечной, где она поставлена выше ангельских чинов, день свидетельства о том, что обетования Господни непреложны о жизни и о чуде воскресения. Праздник Успения Пресвятой Богородицы исторически был у нас одним из самым и долгожданных. Ведь это, как и Пасха Христова, напоминание о жизни будущей, лучшей, о том, что земная кончина для христианской души временна, что это только переход, соединение с Богом. Пусть же она во успении своем не оставившая мир и обещавшая святым апостолам, что всегда будет с теми, кто призывает ее, благословит всех нас материнским благословением, помогающим по правде совершать нашу жизнь и наследовать жизнь будущего века. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА